Дополнительные ограничения в новогодние праздники в Тверской области введены не будут. Об этом заявил глава региона Игорь Руденя в ходе традиционного общения с журналистами в прямом эфире федерального телеканала «Россия-24». Как подчеркнул губернатор, музеи, театры и филармония продолжат работать в соответствии с рабочим графиком, но при условии полного соблюдения требований санитарной безопасности в период пандемии коронавируса. Тему продолжит наш корреспондент. Тверская область не пойдет по пути Санкт-Петербурга, власти которого отменили все развлекательные мероприятия и серьезно ограничили работу ресторанов и других точек общественного питания в преддверии Нового года. С этого заявления начал общение с журналистами федерального телеканала губернатор Игорь Руденя. Эпидемиологическая обстановка в Верхневолжье, отметил губернатор, позволяет не вводить дополнительные ограничения на Новый год и не препятствовать работе мест с массовым пребыванием людей. У нас практически нет нареканий на работу нашего общепита и кафе, поэтому если так будет дальше обстановка складываться, на должном расстоянии находятся столы, стулья, посетители находятся на социальной дистанции, группа посетителей от других групп посетителей, и мы пока таких жестких ограничений вводить не планируем. Губернатор подчеркнул, эпидемиологическая ситуация в Тверской области находится под контролем. В настоящий момент система здравоохранения региона мобилизована. До конца года число инфекционных коек достигнет 2246 единиц. Наработаны методики профилактики заболеваний и лечения пациентов. Одновременно с этим в конце ноября в регионе началась выдача бесплатных лекарств больным с легким течением заболевания, проходящим лечение на дому. Уже более 2000 человек получили бесплатные наборы медикаментов. От федерации регион получил на эти цели более 47 миллионов рублей. При этом, конечно, как и в любом деле, требуется учет, контроль со стороны руководителей медицинских организаций, потому что мы понимаем, что, конечно, все хотят получить и помощь, и компетентную консультацию. Тут очень важно, чтобы не было никаких неправильных диагнозов. Еще одной темой разговора главы региона с журналистами федерального телеканала стала газификация Тверской области. Реализация программы газификации муниципалитетов Верхней Воложи начнется 1 января 2021 года. На эти цели направляется более 23 миллиардов рублей из федеральной казны. Как считает Игорь Рудене, ни один из субъектов нашей страны не может продемонстрировать такое внимание со стороны федерального центра к программе газификации в таких цифрах. Благодаря этим средствам впервые газ придет на юго-запад региона, в Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы. На северо-востоке будут газифицированы Молоковский район, Весегонский, Сандовский и Краснохомский муниципальные округа. Это очень важно, что наличие газового топлива, конечно, это сразу привлекательность территории для инвесторов, которые могут создавать предприятия, производство. Это большая конкурентная способность. Ну и, конечно, это понятная себестоимость, с понятным режимом автоматизации, с графиком работы предприятий. Для себя мы поставили срок 25-й год для Тверской области. И наша задача из 13 муниципальных образований, где сегодня у нас отсутствует природный газ, выполнить полностью эту работу. Также в ходе прямого эфира речь зашла о кибермошенниках. Как отметил Игорь Руденя, в 2020 году выросло число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Увеличилось и количество уголовных дел данной категории, направленных в суд. Важно, чтобы ни взрослые люди, ни молодежь не реагировали на звонки, которые касаются их счетов банковских карт, когда запрашивают персональные данные. Очень важно быть бдительными, обратился губернатор к жителям Тверской области. Добавим, что кибермошенничеству будет посвящена программа «Тема дня», которую в прямом эфире покажет телеканал «Тверской проспект» на следующей неделе. Следите за нашими анонсами. Продолжение следует...